Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. Ну что ж, мы находимся в магазине Марина Ринальди. Давайте я покажу вам уже зимнюю коллекцию, осенне-зимнюю коллекцию. Так, нам предлагают носить вот такую обувь. И что интересно, посмотрите, юбки необычные из другой марки перекочевали в Марина Ринальди также. Это было отличительной чертой прежде всего Макс Мара раньше, а теперь мы видим необычные юбки и у Марина Ринальди. Это очень здорово. И посмотрите, появляется вот такая ткань. Вообще, Макс Мара уже однажды предложила нам подобную ткань на пальто, на юбках, то есть вот на всех изделиях из шерсти. И, что называется, не пошло. Коллекция не была распродана, почти вся ушла в аутлет. И вот это вторая попытка предложить нам состаренный вариант. Но если в прошлый раз вот этот состаренный вариант, он выглядит прямо-таки как скатавшаяся состаренная, возможно, именно временем, шерсть, то здесь я вижу некий промежуточный вариант. Посмотрим, приживется ли такой вариант. В любом случае, это что-то необычное. Это не букле, и это не эффект состаренности, поношенности. На самом деле, очень-очень интересно. Я уже не в первый раз размышляю на этот счет. Мне интересно посмотреть, какова будет коллекция непосредственно в Макс Мара. Но поскольку Марина Ринальди и Макс Мара принадлежат одной группе, возможно, и там будет предложено что-то подобное. Ну что ж, с приходом жары Падуя, безусловно, радует даже не столько нарядами, сколько общим видом ухоженности гостей Падуя и также ее жителей. Посмотрите, большинство модниц имеют укладки, уложенные волосы. Это прямо-таки бросается в глаза. И очень много платьев. Это всегда красиво. И, кстати, сегодня мы снова вернемся в Марина Ринальди, потому что меня сегодня не смогли переодеть. Я очень рада за Марину Ринальди. Вот бывает, что ты приходишь, 5 консультантов и 10 посетителей. И, соответственно, на тебя просто нет времени. И самое главное, негде снимать, потому что ты всегда должен найти такую экспозицию, где будет хороший свет, где не будет никого. Иначе съемка просто невозможна. Сегодня вот был такой вариант, когда было очень-очень много посетителей, но я на самом деле рада. Кстати, я начинаю уже снимать материал к закрытым распродажам, потому что, когда еще распродажи не будут разрешены в официальных магазинах, когда они еще не стартуют на официальных сайтах, уже все, кто является клиентами, в том числе зрители моего канала, кто захочет приобрести через WhatsApp, связавшись, возможно, с магазином по электронной почте, те уже смогут воспользоваться преимуществом закрытых распродаж. И вот я уже начинаю снимать материал, и закрытые распродажи в каждом магазине начинаются по-разному. Я знаю даты в каждом магазине, но, к сожалению, это закрытая информация, я не могу ее опубликовать, но следите, пожалуйста, потому что в день начала закрытых распродаж в тех или иных магазинах будут публиковаться видео подборки и будут публиковаться также все контакты. Ну что ж, красное платье, герой стейт стайла. Вы знаете, как я люблю красное платье на своих героинях, как я люблю красное платье на себе, и я опубликовала уже некоторые свои примерки из магазина Марина Ринальди сегодняшние в своем инстаграме, мне совершенно справедливо написали, Яна, твою фигуру не стоило бы прятать вот под такими платьями. Вы знаете, я с вами соглашусь, но бывают вот такие летние дни, как бы странно это ни звучало, когда очень и очень жарко, и вот это длинное платье, большое количество ткани, оно позволяет тебе ощущать себя более комфортно. В жару, потому что если вы вдруг стоите на солнце, и ваше тело прикрыто тканью, вспоминаем Арабские Эмираты, например, вам будет не так жарко, и вы чуть позже почувствуете воздействие прямых солнечных лучей, как, допустим, человек с открытыми плечами, девушка, которая надела топ на бретельках. Поэтому подобные платья, они очень удобны, они также удобны, потому что они, извините за подробность, впитывают пот, и, соответственно, ты не ходишь вся мокрая и влажная, у тебя все-таки есть ощущение экозащищенности. И опять же, подобные платья я вам искренне рекомендую брать с собой в туристические поездки, потому что бывает так, что нужно и присесть на лесенке, бывает так, что и в церковь нужно зайти, прикрыть плечи, либо колени. Этого никто не отменял, есть определенные правила посещения церквей, и либо вам сделают замечание и вообще не запустят, либо вы просто будете нарушать традиции той страны, куда вы поехали. Поэтому подобные платья, они сделаны из тончайшего хлопка. Этот хлопок называется даже на итальянском вуаль, и имеют, как правило, нижнюю юбку, либо даже нижнюю сорочку, тоже из тончайшего хлопка, потому что эти платья полупрозрачны. И да, в момент примерки, я тоже часто говорю, они могут вам на вас и не понравиться, так как, допустим, на других. Но я всегда добавляю, что здесь необходимо движение, здесь необходим воздух, и все это получается, приобретается, когда мы выходим на улицу с нашей покупкой уже не в пакете, а непосредственно на нас, когда надеваем подобное платье. Поэтому не сбрасывайте со счетов подобное платье, оно мега удобно, универсально. Вообще яркий цвет, и даже можно уточнить, большое его количество, это безусловно атрибутика летнего стритстайла, летних образов, и здесь можно экспериментировать. Если зимой, возможно, нам хочется надеть что-то яркое, но мы можем стесняться. Нам будет казаться, что на нас обращают слишком много внимания. Попробуйте носить яркий цвет, ваш любимый цвет, возможно, то, что уже имеется в гардеробе именно летом, вы будете себя чувствовать, скорее всего, очень-очень комфортно. Если у вас есть идея приобрести себе красное платье, возможно, вы встретили именно тот оттенок, который вам подходит, обязательно приобретите, вы будете чувствовать себя королевой на улицах города именно летом в платье яркого цвета. Сегодня в Марино-Ринальде у меня была возможность примерить большое количество платьев. Повторюсь, они войдут в другую подборку, я покажу вам то, что понравилось мне очень. Вот это платье мне очень понравилось. Я не люблю декольте, практически никогда его не ношу, но вырез на этом платье мне понравился. Мне понравилась длина у платья, я очень люблю, когда платье спереди чуть-чуть короче. Повторюсь, многим эти платья могут казаться балахонистыми, но в Италии бывает так жарко и одновременно так влажно, что ты просто не втиснешь себя ни во что другое, и нужно вот такое платье, платье-халат, ощущение, что ты что-то накинула и побежала, не знаю, за хлебом через дорогу. В Италии, когда отпуск, жизнь имеет другие ритмы и имеет, как говорят здесь в Италии, пьюфачелита, то есть большую легкость, наверное. Мы себя по-другому воспринимаем и людей вокруг нас. Конечно же, подобное платье будет очень красиво смотреться с соломенными аксессуарами, с соломенной сумкой. Единственное, что я бы не рекомендовала однозначно сочетать две вещи в одном аутфите, если вы все-таки подбираете себе ансамбль для города, потому что это очень пляжная отсылка. Вот так на пляже в морском городе, в прибрежном городе выглядеть здорово, это очень актуально, очень красиво. А в каменных джунглях, когда температура на улице плюс 32, все-таки это уже не совсем, на мой взгляд, уместно. Вообще, обратите внимание, на ближайший стрит-стайл снятый в Падуе. В Падуе было очень жарко сегодня, снятый также в Феррари вчера. Феррара тоже раскалилась, хотя я приехала в плаще, с утра было дождливо. И могу сказать, что я буду обращать ваше внимание, как сильно отличается городской стрит-стайл, несмотря на то, что в Италии очень-очень жарко. Почти у всех закрыты плечи, почти все все-таки в закрытой одежде, и в особенности отличается мужской стрит-стайл. Мужчины даже в жару носят, как правило, не просто рубашку, но и пиджак. И еще одно платье, которое мне очень понравилось. Я вам рассказывала, что Марина Ринальди умеет очень интересно обыгрывать пояс, который можно продевать. Его видно спереди, не видно сзади. Очень интересно обыгрывают при помощи кулиски вещи. Это платье тоже имеет кулиску. Когда ты его затягиваешь, становится, ну, прям-таки платье-рубашка, классический силуэт, слегка расслешенный книзу. А когда кулиска свободна, оно слегка заужается. Это платье тоже мне понравилось. На камеру не видно, но оно сшито тоже из тончайшего хлопка, полупрозрачного. И будет очень красиво смотреться в движении, когда будет вот это ощущение «вижу-не вижу». И имеет также сорочку. Вообще все вещи, как и это платье, тоже имеют внутреннюю сорочку. Платье это укороченное, но могу сказать, что... Укороченное, точнее, средней длины. Если бы вы хотели моего совета, если бы я выбирала что-то для себя, я бы однозначно брала платье насыщенного цвета, яркого цвета. У этого платья очень красивый принт, но ему, на мой взгляд, не хватает яркости. И однозначно я бы брала макси-длину. Этому платью не хватает как яркости, так и длины. Я его включила, чтобы вы посмотрели, скажем так, образы на контрасте. Ну и завершу я сегодняшнюю подборку тем, что я всем рекомендую и, скорее всего, куплю себе. Это вот такая перфорированная кожаная рубашка. У меня есть уже даже не перфорированная, а все-таки плащ-сетка, по-другому его трудно назвать. А это удлиненная рубашка. Я ее мерила, и она будет потрясающе смотреться, с белыми брюками. Я ее мерила с леггинсами, я ее мерила с шортами черными. И вот сейчас на мне такое микроплатье Волтфорд, платье Фаталь, которое выпускается на протяжении последних 20 лет, а, возможно, и большего количества времени. И эту вещь я вижу мега универсальной. Ну что ж, мои прекрасные зрители, на сегодня это все. Я желаю всем солнечного лета, теплых дней, прекрасного настроения. Очень скоро с вами увидимся. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok